Добрый день, уважаемые утренние слушатели. Я надеюсь, что меня видно и слышно. И нам сегодня предстоит такое путешествие в мир медиаобразования, медиапроектов, медиакомпетенций. Сегодня завершающий вебинар из серии вебинаров о медиаклассе Дигис. И на самом деле он выбрал в себя все лучшие части предыдущих вебинаров и мастер-классов. И сегодня нас с вами ждет небольшой интерактив. Мы с вами протестируем практическое задание, одно из практических заданий, которое опубликовано в нашем методическом пособии, и которое вы можете использовать со своими учениками, студентами. Тема сегодняшнего вебинара – медиакласс Дигис и методологические инструменты о владении педагогическими медиакомпетенциями. Но это, конечно, очень широкая тема, поэтому по структуре – это медиакомпетенции, методики, медиапроекты, ну и, конечно же, ресурсная база, оборудование, с помощью которого мы можем все это осуществить. Меня зовут Елена Давыдова-Мартынова. Я руковожу группой образовательных проектов в группе компании Дигис. Я являюсь методистом одной из московских школ, 57-я школа, и достаточно давно в медиаобразовании. Еще с тех пор, когда оно не было официальным направлением, даже не называлось медиаобразованием, вот, мы все это начали реализовывать и накопили достаточно большой опыт в этом направлении. И сегодня, конечно же, медиакомпетенции современного педагога – понятие достаточно расплывчатое. То есть этому нет никаких официальных определений, нет, конечно, никаких стандартов пока еще, но сейчас занимаются их выработкой несколько больших образовательных, медиаобразовательных организаций. Вот. О том, что такое медиапроекты, потому что этот пункт вызывает наибольшее количество вопросов, особенно часто коллеги просят поделиться примерами медиапроектов, и мы сегодня об этом с вами поговорим. Ну и, конечно же, методические материальные ресурсы. То есть то, на чем основан медиаобразовательный процесс. Мы, конечно же, не можем без надежных, апробированных методик и без ресурсной базы, то есть то оборудование, на которое мы осуществляем образовательный процесс по медиадисциплинам. Ну и такие, можно даже сказать, и риторические вопросы, хотя с долей, так сказать, интереса к конкретным ответам. Зачем современным педагогам медиакомпетенции? Речь идет не о тех сотрудниках, которые имеют специальное образование по, ну и сфере медиаиндустрии. Да, мы говорим о педагогах-предметниках, где и у кого можно научиться применять эти медиакомпетенции на практике. Имеет ли значение предмет, который преподает педагог? Здесь вот тоже очень важный вопрос, потому что ко мне очень часто обращаются педагоги-предметники, не имеющие опыта использования медиатехнологий в образовательном процессе, но которые включены в обучение, например, медиаклассов, которые включены в учебные программы вот таких вот предпрофессиональных, предпрофильных классов в школах. Какими могут быть медиапроекты? Где взять методики для создания вот этих медиапроектов, медиаобразовательных проектов? Ну и, конечно же, вопрос, который сейчас стоит на повестке дня в приоритете, его обсуждают на всех уровнях, будут ли в вузах обучать будущих педагогов, опять же, имеется в виду педагогов-предметников, медиакомпетенция. Ну и здесь хотелось бы сразу ответить на, наверное, на два вопроса из предыдущих. Как же используются медиа-технологии в обычной общеобразовательной школе? Ну, это может быть и непрофильный колледж, и даже вуз. Вот. Во-первых, сейчас очень многие конкурсы содержат кейсы, в которых нужно создать результат, оформить результат в виде какого-то медиапродукта. Это может быть видеоролик, это может быть лангрид, это может быть лендинг, ну, такой небольшой сайт. Это даже хорошая презентация, сейчас уже, ну, как бы, к ней очень высокие требования, не как это было там, 5-10 лет назад. Вот. То есть и конкурсы, это такие значимые, это такие кейсы содержат и большая перемена, и большие вызовы, и многочисленные конкурсы школ креативных индустрий, и школы реальных дел. То есть практически все конкурсы всероссийского значения, так и муниципального, они имеют кейсы, в которых нужно дать хороший медиа-контент, даже если это и не медиа-конкурс. Вот. Ну, и, конечно же, это проектно-исследовательская деятельность. Здесь вот одно из другого выходит, если раньше наши ученики создавали какой-то проект, исследование, писали текст с целями, задачами, актуальностью, гипотезами, теоретической, практической частью, и чаще всего визуализировали это с помощью презентации, то сейчас, конечно, очень часто требуется видеоролик. Вот. Видеоролик либо еще какая-то такая более продвинутая визуализация. Это может быть питчинг, да, то есть когда нужно там за одну минуту рассказать о себе, почему именно ты. И резюме сейчас, и такая есть программа амбассадоров, когда большая компания принимает к себе учеников на стажировку, на какие-то свои программы обучения, вот тоже они просят прислать такое вот резюме в формате видеоролика. Это, конечно же, дистанционные и гибридные форматы образования, то есть дистанционный формат никуда не ушел, наоборот. Мы поняли за период ограничений все его плюсы, мы поняли, где его можно использовать, как его можно эффективно использовать на благо, да, там, школы, образования. И они остались. Дистанционные, например, родительские собрания, дистанционные уроки, лекции. И здесь, конечно, без каких-то, ну, как бы, качественного использования медиатехнологий не обойтись. Сейчас никто не любит говорящие головы, всем нужна подача материала с интерактивом в качественном современном изложении формате. Это медиапроекты, да, даже если в школе нет направления отдельно выделенного, ну, например, там, телестудии или медиаклассов, медиапроекты, они все равно, они были, вот, мы просто не знали, что это так называется. Ну, например, я не знаю, школьное издание, школьная радиостанция, например, тот же конкурс школьных талантов. Это тоже медиапроект, когда, ну, естественно, в таком мероприятии важна и съемка, и потом отчет, монтаж и так далее. Вот. Ну, и научные медиапроекты также сейчас все... Очень распространено такое направление, как расскажи просто о сложном, объясняшки, понимашки и так далее, когда нужно представить анимацию или видео, вот, где содержится уже такая научная, научно-популярная информация. Вот. И, конечно же, это представление в публичном пространстве и образовательного учреждения, которое тоже сейчас конкурирует с... Ну, происходит конкуренция между образовательными организациями, которые могут качественно представить свой контент в социальных сетях или в другом публичном пространстве. И то же самое педагогов представления. С тем, когда у школы нет таких ресурсов, и они еще не выходят на современный уровень. Дело в том, что нанять, принять на работу СММ-специалиста может себе позволить не каждое образовательное учреждение. Ну, и вообще это немножко выбивается из концепции, когда любой процесс в школе может стать образовательным. То есть, когда, например, учитель, педагог, обладающий медиа-компетенциями, которому школа создает комфортные условия, может не только представлять школу в публичном пространстве, но и параллельно обучать делать это учеников наших детей. Потому что там очень много нюансов, и они такие очень важные с точки зрения, например, правового, такого вот соблюдения прав, с точки зрения информационной безопасности и так далее. Ну, и, конечно, сейчас совершенно новое тоже направление, это недеаконвергентность в образовании. Когда, навсегда запомню этот случай, когда после одного из моих выступлений ко мне подошла учительница по литературе, видно, что она профессионал своего дела, что она много-много лет преподает в школе литературу, но она была очень растеряна и в недоумении, и она не понимала, что ей нужно делать на уроках литературы, чтобы включить вот этот вот медиа, чтобы включились медиа-технологии. Потому что задача стояла такая-то. Программа по литературе, она ключевая для медиа-классов, например. И, конечно же, есть несколько направлений, есть несколько технологий, которые могут помочь учителю-предметнику включить в образовательную программу использование медиа-технологий. Ну, например, я приведу только три примера, хотя их можно набрать много. Сейчас, еще раз подчеркну, здесь речь идет о включении медиа-технологий именно в общие образовательные предметы. Например, по литературе это может быть создание буктрейлеров в книге. Ну, все мы знаем, что такое трейлер к фильму, да, который показывает самые захватывающие стороны, который, как бы, имеет своей целью привлечь зрителя посмотреть именно этот фильм. Точно так же можно снять буктрейлер, то есть снять такой видеоролик, который имеет свою целью привлечь читателя именно к этой книге. Ну, естественно, аудитория это ученики, чтобы не сказать им, да, читайте, эта книжка интересная, а вот именно снять это в формате такого захватывающего трейлера. Это может быть не обязательно там супер видеоролик, фильм с видеографами, с озвучиванием. Это может быть даже визуальный ряд, да, даже набор, как мы говорим, там графики, картинок, вот, но смонтированы и подобраны так, чтобы это было в формате буктрейлера. Очень хорошая идея. Конвергентность, она также проникает вот в это предпрофессиональное углубленное образование, например, когда в школе есть там IT-классы, робототехника, инженерные классы. Здесь очень хорошо сочетается направление медиаобразования и вот такого инженерного и IT-образования. Очень часто есть задания по робототехнике, по конструированию, по моделированию, когда нужно создать какую-то из моделей поэтапно, ну, например, собрать робота или собрать какую-то модель из конструктора, но не по инструкции, которая уже имеется, а сделать что-то свое. Это основное практически требование всех заданий по этому направлению. И здесь включается медиа направление. То есть, например, ребята из медиакласса или те, кто занимаются там видео, журналистикой, телевидением, они снимают этот процесс и создают такую видеоинструкцию о том, как это все было, как это происходит. Еще раз подчеркну, не в формате новостей о том, что у нас тут происходит, а как это сделать, то есть такая видеоинструкция. Вот, ну и, ну, я не знаю, если раньше, например, на уроках по естественно... Простите, естественно-научным дисциплинам иногда задавали ребятам там создать что-то нарисовать или, может быть, даже сфотографировать, если есть такая возможность, то сейчас очень распространено, опять же, создание видеоконтента или подкаст. Ну, я, например, знаю, мне рассказывали об опыте одной из школ, которая снимает, создаёт подкасты с голосами городских птиц. Да, конечно, это целое дело, целая работа. Выехать, выйти в парк, там записывать голоса птиц, расшифровывать их, то есть рассказывать об этом, ну, или снимать видеоролик о населении городских поселений, вот, с птицами. Но этим тоже занимаются педагоги-энтузиасты, педагоги, которые могут выйти с детьми, провести урок на улице, могут помочь детям это сделать. Тоже очень интересно. Это только три примера. На самом деле, практически по каждому предмету можно придумать, обосновать и подготовить, и организовать вот такое вот включение медиа-технологий, чтобы разнообразить эти уроки, сделать их интересными. И, конечно же, очень важно потом иметь вот этот вот медиа-контент, который можно транслировать дальше, следующим классом остальным. Ну, и, конечно, про методическую базу. С этим сейчас тоже не так просто. Методическая база, она наращивается, она создается буквально в реальном режиме времени. Есть ресурсы, на которых все это публично и все это открыто, но самое главное – качественно, качественно. Например, я вот люблю приводить этот пример, это сайт проекта «Медиа-класс в московской школе». Неважно, что это в московской школе. Там наработана очень хорошая методическая база. То есть преподаватели вузов, педагогических вузов, высшей школы экономики, флагманов в медиа-образовании, которые ведут за собой школы, колледжи непрофильные, они пишут учебники, создают методические пособия как раз вот с упором на использование медиа-технологий. Ну, вот здесь вы можете посмотреть, и эти ссылки, они рабочие. В презентации вы можете их потом использовать, вот, взять себе. Здесь есть вот такие вот учебники. Буквально на днях меня попросили стать рецензентом для курса. Это модульный курс «Медиа-журналистика». Вот, и я очень тщательно проработала программу по медиа-журналистике для 11-го класса. Дальше КИМы, контрольно-измерительный материал, что тоже очень важно. Его сейчас очень мало, он прямо на весь золото. Вот, и учебно-методическое пособие, которое еще находится в процессе доработки. Но вот коллеги уже хотят получить какой-то отклик на промежуточном этапе его создания. Вот, это действительно качественный, хороший материал, где теория расписана понятным языком. Вопросы содержат, вопросы для самопроверки, вопросы для обсуждения. И вот, конечно, практические задания, но их очень мало. Их очень мало. Это сложно сделать практические задания, с учетом того, чтобы они были масштабируемы, то есть выполнимы прямо на уроке и с группой детей. Вот, поэтому практических заданий, конечно, не хватает. Они очень востребованы. Хотелось, чтобы их было больше. Ну, и наш собственный учебник. Вот, мы тоже выпустили свое методическое пособие. Это настоящий полномасштабный учебник для медиапедагогов, который содержит описание оборудования. Причем описание это очень простым, понятным для педагогов, не имеющих бэкграунда работы в медиаиндустрии. Вот, чтобы простому человеку было понятно. Убрали оттуда все самое сложное и оставили такое, что всем будет легко постичь. Вот, также в учебнике содержится сценарий уроков. От педагогов, которые уже давно в медиаобразовании. Учебные рабочие программы также содержат наш учебник. И, конечно же, самое важное, самое востребованное для педагогов. Это советы от профессионалов, от профессионалов из медиаиндустрии. Это лайфхаки от педагогов, которые давно уже, как я говорила, в этом направлении работают. И интерактивное задание, одно из которых мы с вами сегодня протестируем. Ну, вот так вот выглядят странички учебника. Например, это страничка сценария урока от педагога. Ну, титульная страничка. Это тесты, которые можно использовать с помощью QR-кодов. Так выглядят рабочие программы с учебно-тематическим планом, с поурочным планированием. Ну, и мы получили отзывы от наших крифеев в медиаобразовании, которые сейчас стоят у истоков создания всех стандартов, требований и так далее, и так далее. И получили очень хорошие отзывы. Самая основная такая мысль, что учебник очень доступен и может называться вот прям «бери и делай». Вот готовая методика, готовое задание, готовый сценарий урока можно брать и делать. Конечно, мы все понимаем, что педагоги очень редко повторяют один в один то, что им дают. Они туда привносят что-то свое, что-то переделывают под себя, и это тоже очень важно. Тем самым нарабатывается опыт. Ну, и то, о чем я говорила, описание оборудования. То есть все это очень простым языком, без сложных терминов. Описание именно того оборудования, которое необходимо разумно использовать на таких вот обучениям медиаобразовательным дисциплинам. Нет ничего лишнего. Я буду еще говорить о том, как в спецификациях появляются так называемые лишние вещи, которые никогда не будут использоваться в школе, которые лежат в коробках. Это уже стало таким как бы мемом. Лежит в коробках. Сложное оборудование, с которым никто не может. Сложное, но еще и дорогое, но не используется. Ну, и, конечно же, после того, как мы поняли, что должен уметь и что хотят от современного педагога в плане медиакомпетенций, о том, какие бывают медиапроекты именно на уроках обычного образовательного цикла, о том, где брать и какие бывают методические пособия, методические разработки, нельзя не сказать о том, какое же должно быть оборудование, чтобы все это реализовать вместе с нашими учениками. И мы, когда подбирали это оборудование, подбирали не просто оборудование, а комплект, то есть то, что работает друг с другом, то, что коммутирует и обязательно будет сочетаться. Это должно быть простое, то есть легкое в установке оборудования. Не нужно вызывать специалистов из Останкиной или из студии местного телевидения, чтобы все это подключить и чтобы все это заработало. Оно должно быть мобильным, потому что иметь стационарную медиа-студию, медиа-класс, конечно, очень хорошо. Да, туда будут приходить, она будет очень многофункционально, будет использоваться, но, конечно же, одним из требований и одним из реалий процесса образования мы можем взять это оборудование и перейти в другое место, где будет проходить какое-то мероприятие, приехать куда-то на съемки, чтобы, допустим, снять для себя или наоборот, показать, как мы это делаем. То есть мобильность – это обязательный критерий. Ну и универсальным. Опять же, можно подходить очень индивидуально к каждому образовательному учреждению, делать все это кастомизированным, но универсальность, она тоже важна, потому что все-таки образовательный процесс, он единый, и, конечно же, это должно быть такое оборудование, которое подходит большинству образовательных учреждений, в котором нет никаких препятствий для того, чтобы оно было установлено и работало. Ну и, конечно же, для чего используется это оборудование, хоть в формате такого стационарного медиакласса, хоть в формате мобильной студии, но обычно это сочетается в комплекте, то есть стационарная медиастудия содержит какой-то набор мобильного оборудования. Во-первых, конечно же, это освоение новых профессий в сфере метеоиндустрии. Сейчас тема предпрофессиональной подготовки в школах, она на высочайшем уровне. Ну, например, в Департаменте образования Москвы разработана обязательная диагностика для предпрофессиональных классов. То есть какие-то срезы ребята показывают в ходе своего обучения по медианаправлениям, и методисты, специалисты образования получают эти срезы в формате диагностики и понимают, в какую сторону, что еще нужно сделать. Ну и, конечно же, не обязательно, допустим, эти ребята, они могут мечтать быть или хотеть быть медиками, юристами, экономистами, я не знаю, инженерами, но иметь возможность обучаться, вот как бы дополнительная такая профессиональная подготовка. Конечно же, это использование цифровых форматов обучения. Из этой медиастудии можно проводить качественные, современные, красивые, не знаю, дистанционные какие-то лекции, уроки, собрания и так далее, потому что, естественно, в медиастудии, в медиаклассе содержится оборудование для трансляции или для записи таких вот качественного образовательного контента. Вот, это представление образовательной организации в медиапространстве. Конечно, сейчас нет образовательной организации, школ, вузы, колледжи, у которых бы не было сайта или странички в соцсетях или другого какого-то представления в публичном пространстве канала. Вот, поэтому здесь, конечно, наличие качественного медиаконтента говорит о уровне развития, уровне, не знаю, конкурентоспособности образовательной организации. Ну и подготовка к конкурсам, которые содержат медиакейсы. Опять же, приведу пример из собственного опыта. Я была экспертом на конкурсе «Большая перемена», и мне приходилось отсматривать видеоролики, которые были по одному из направлений сделаны этого конкурса. И, конечно, классический дуализм в этом, который всегда присутствовал, но сейчас он стал наиболее таким ярким, это когда ребята представляют очень хорошую идею, настоящий проект, который готов к реализации, который действительно уникальный, эксклюзивный, но средств, чтобы подать, сделать хорошую визуализацию, хороший видеоролик у них нет. Это какой-то темный на фоне тибанов и иногда даже ковров, на фоне проводов, если это в школе снимается, вот такой вот видеоролик. И другая крайность, когда снята просто бомбически, с эффектами, современно, ярко, светло, такой драйв, но, конечно же, проект не такого высокого уровня, как вот в предыдущем. Это очень, вот эта разница, она очень видна, и, конечно же, хотелось, чтобы это все сглаживалось. И можно вызвать, заплатить видеографу, монтажеру, вызвать бригаду съемочную, но весь смысл в том, чтобы наши ученики сами это могли делать под руководством своего руководителя или наставника из школы. Ну, вот так, собственно, примерно выглядит наш медиакласс. Вот, ну, здесь, конечно, он в таком ярком упаковочном варианте, но на самом деле здесь представлены все виды оборудования, которые находятся для работы в этой медиастудии. Здесь обязательно у нас видеооборудование. О чем, опять же, из нашего опыта, когда мы только начали работу над медиаклассом, мы проанализировали несколько уже отработанных, готовых спецификаций, которые получили школы. Вот, в качестве афер, предложений, или даже уже они их, как бы, отработали, реализовали. Мы увидели очень большую несостыковку с оборудованием. Это оборудование было совершенно необоснованно, высочайшие цены имело, и с теми функциями, которые в школе, ну, крайне редко можно использовать, тем более в таком формате, которое постоянно в руках у учителя или у детей, у группы детей. Вот, это дорогие видеокамеры, дорогие видеомикшеры, вместо которых лучше купить, приобрести, те же, например, ПТЗ-камеры, то есть камеры, которые двигаются и дают нам разную картинку, а они не были включены в эти спецификации, а современная медиа-студия, телестудия, она немыслима без таких камер. Ну, таких примеров очень много. Но, опять же, вернусь к оборудованию, то есть это видеооборудование, это видеокамеры, ПТЗ и обычные видеокамеры, которые, кстати, могут быть не обязательно, там, формата такой камеры, это может быть фотокамера с возможностью видеосъемки. Это звуковое оборудование, звуковой микшер, радиосистемы, наушники открытого-закрытого типа, обязательно подобраны студийные микрофоны, акустические системы, причем активные акустические системы, чтобы звук был хорошего качества, звукорежиссеры, звукомонтажеры, вот они должны работать сразу на таких активных акустических системах, о чем в школах даже не слышали о том, что бывают такие акустические системы, акустические мониторы, так называемые. Вот. Конечно же, обязательно в медиаклассе, кроме экрана, ну, экран, он просто как обязательный элемент любой современной классной комнаты, любой аудитории, интерактивная доска или интерактивный экран, должен быть обязательно телевизор, потому что если создается какие-то видео, видеоконтент в новостном, телевизионном формате, то отсматриваться он должен только на телевизоре. Конечно, экран компьютера хорошо, но здесь мы не сможем показать большому количеству людей, да, а в телестудии обычно на телевизоре просто нон-стоп идут форматы какие-то, новостные, чтобы титры правильно ложились, чтобы не искажалось изображение, как это бывает на интерактивных экранах, потому что они для этого не предусмотрены. Это различные виды штативы, кронштейны, которые тоже абсолютно бездумно включаются в сметы, не анализируются их, допустим, как бы не анализируются их возможности для работы с детьми, когда дети двигаются, бегают вокруг. Это должен быть достаточно специфический штатив с определенными требованиями к нему. Это вот кронштейны, тоже наша гордость, это многофункциональный кронштейн, я о нем еще позже расскажу и покажу его, на который можно поместить сразу несколько видов оборудования, тем самым организовать место для корреспондента, ведущего, для записи подкастов, радиопередач и так далее. Это наш вариант такой вот мобильной студии, то есть оборудование, которое можно взять из основной телестудии. Ну, конечно, иногда у школы есть возможности приобрести стационарный и мобильный комплект, но, как правило, конечно же, мы что-то берем, то, что мобильно, вот, и везем куда-то с собой. Вот здесь видно, опять же, вот этот кронштейн, на котором установлена и ПТЗ-камера, и экран предпросмотра, и микрофон, набор для освещения, хромакей и так далее. Все это вместе коммутирует, и все это вместе работает. Здесь вот не видно, но рядышком там дальше стоит телевизор, и на нем идет прямая трансляция того, что происходит в этой студии. Ну, и совсем немного о том, все-таки, чтобы в доказательство того, что это не просто оборудование, которое нам понравилось, и мы его решили, давайте-ка вот это включим. Нет. Целый год над нашей медиа-студией работала рабочая группа, которая состояла из представителей от интегратора, то есть специалистов по каждому конкретному виду оборудования. Звуковое оборудование нам прорабатывали, советовали и тестировали специалисты из аудио про там отдела компании «Дикис», который это отдел, который уже, ну, такой знаменитый отдел, в котором все виды оборудования можно и понять, как это все работает, получить какую-то консультацию и так далее. Это, конечно же, руководители проектных групп, которые давно занимаются образовательными проектами. Это специалисты учебного центра, которые очень давно обучают и педагогов, и учеников, студентов, и медиа, и не только медиа-компетенциям, именно в плане образовательного процесса. Это медиапедагоги и кураторы медианаправления. Это тоже важный пункт. Без них невозможно было бы сделать правильную медиа-студию, потому что они говорили о том, что им нужно, что именно они будут и как они будут это использовать в своей работе. Это специалисты от индустрии, это наши профессионалы, которые работают на телевидении, на федеральных каналах, на радио, которые давно уже занимаются своим делом именно в такой медиа-индустрии практической, которые даже не имеют отношения к образованию, но они понимают, как это должно работать. А еще очень важно, что они понимают, какие ошибки нужно не делать, работая с этим оборудованием. Ну и специалисты от вузов, я вам уже показывала, на слайде были разработки от разных вузов, методические пособия, учебники, рабочие программы. Это то, собственно, чем занимаются методисты вузов. И вот только в таком комплексе, в таком вот формате мы работали целый год и у нас получилась такая вот, не побоюсь этого слова, идеальная медиа-студия. Ну, оборудование, я уже говорила, его можно разделить на четыре части. Это видеооборудование, осветительное, звуковое и технологии рирпроекции. Вот таким образом представлено наше оборудование. Собственно, это такие вот скриншотики из учебника. Каждому из видов оборудования прилагается описание особенностей использования без сложных технических характеристик, а наоборот упрощенно, как подключить, чем работает, что брать, что не брать. И туда же включены советы от профессионалов. Очень мы также столкнулись с такой проблемой в спецификациях, когда увидели, что, например, при особом внимании к дорогому оборудованию, которое, может, не будет использоваться в школе, абсолютно не учитывали дополнительное операторское оборудование, которое, наоборот, нужно, без которого не обойтись. Это различные рамки, стадикамы, слайдеры, те же штативы. Вот, это тоже головки для штатив, они тоже бывают разные. И вот это все мы прорабатывали, ну, и включили как оборудование, и подробно описали в методическом пособии. Ну, вот, например, та же ПТЗ-камера, о которой я говорила, она очень простая. Вот, вы видите ее заднюю часть, оборотную часть, в которой совсем нет миллионного количества каких-то разъемов, все четко, понятно, и ничего, ни с чем не спутаешь. Вот, это телевизор. Телевизор, мы выбрали отечественный телевизор, ну, в силу того, что и развивается, и нужно поддержать отечественного производителя, и к ним тоже особое внимание в хорошем смысле этого слова. Например, телевизор Эмиральд, он включен в реестр организованной промышленной продукции, Минпромторга, вот, и тем самым доступен и удобно, и в качестве абсолютно не уступает ничем. Звуковое оборудование тоже очень подробно описано из закрытых и открытых типов наушников, из радиосистем с петличными микрофонами, студийные микрофоны, там, например, для диктора или для записи подкастов. Тоже все особенности оборудования у нас учтены в медиастудии и описаны в методическом пособии. Наполнение студии, то, чему тоже не очень много внимания уделяют. Например, как бы, начиная работу над проектом, мы считали, что подойдет любой осветительный набор. Их очень много, они недорогие, и требований к ним, ну, как бы, не так уж и много, пока не столкнулись на своей практике с такой, с таким случаем, когда у нас рассеиватель, в одном, нас позвали в один из московских вузов обучить преподавателей, использовать как раз вот эту медиастудию в своей практической деятельности, преподавании различных дисциплин. И в процессе обучения загорелся рассеиватель на одном из осветительных приборов. То есть, либо нельзя было использовать рассеиватели, но без рассеивателя это был яркий прожектор, который поднимал температуру около себя на достаточно много градусов, и в результате вот случился вот такой вот казус. Поэтому к подбору осветительного оборудования мы также отнеслись очень серьезно. Это необходимый тот минимум, который будет работать, с которым удобно работать, который мобильный, ну, и так далее. Система пантографов тоже о ней забывают. Когда готовят помещение к медиастудии, обычно это какое-то помещение, которое уже использовалось, и в нем делают ремонт, и проводят коммуникации. Очень просто учесть вот такие системы рельсы, спонток, чтобы, допустим, перекреплять и двигалось световое оборудование, да что угодно, там, те же ПТЗ-камеры, они подвижные, это недорогое устройство. Ну, конечно, нет предела совершенства, можно на дистанционном как бы управлении сделать такую систему, но она очень удобна и современно комфортна. Наши технологии рирпроекции, это, собственно, разработанный хромакей, который устойчив, который достаточен для небольшой медиастудии, в том числе и мобильной. Это система для кронштейн, для крепления экрана предпросмотра, дополнительного света, микрофона, камеры и так далее. Суфлера тоже сюда, он становится очень хорошо. Этот кронштейн, такой элемент, на который очень обращают внимание на различных демонстрациях или апробациях нашей системы. Обязательно его рассматривают. Это действительно потому, что простая и очень удобная разработка. Ну и еще раз об учебнике. Сейчас мы работаем над практикумом, то есть это вторая часть учебника, которая будет содержать именно практические задания, ну, уроки, конечно, тоже сценарий уроков, но то, что наиболее востребовано у педагогов, именно практические занятия. То есть просмотрел, пришел с детьми, и вы работаете, делаете. Они не сидят, не слушают лекции, не слушают долгие объяснения, а постигают на практике. Мы собираем по крупицам от наших педагогов вот эти вот практические разработки и скоро внесем их в такую вот вторую часть учебника, которая планируется к выходу в начале следующего года. И к практикуму будет прилагаться рабочая тетрадь, которая тоже содержит интересные задания, можно выполнять вместе с детьми, можно детям дать, чтобы они выполняли. Иногда педагогам очень важно самостоятельная работа детей, потому что я сама работаю 20 лет учителем, методистом, и понимаю, что такое, когда есть задания, которые можно дать и немножко выдохнуть при этом, не включаться на 100% в процесс на 6 часов подряд. Поэтому такая тетрадь, я думаю, будет подарком для многих. И учебник, и практикум, и рабочая тетрадь, они входят в комплект медиакласса, прилагаются к нему. Мы проводили очень много, я уже завершаю буквально две минутки, мы проводили достаточно много апробаций. К нам приезжали ребята с медиаклассами, со своими педагогами, мы приглашали кого-то из медиаиндустрии, приглашали какие-то учебные группы, да, из колледжей и из школ. Мы выезжали на различные мероприятия, там, где проходят медиа-активности. Сейчас таких очень много, и некоторые из них прямо были такие очень качественные, захватывающие. Везде наш медиакласс, ну, как бы был таким эпицентром внимания. То есть на нем постоянно дети, не знаю, стажеры постоянно что-то делали, постоянно включались, и оборудование очень имеет нативный интерфейс, нативную, как бы, ну, современные дети этим легко пользуются. Им не нужно три часа объяснять, как работает вот наш видеомикшер. Там четыре кнопки, и все это очень хорошо работает через 15 минут у любого ребенка. По этому QR-коду можно посмотреть один из наших прошлых мастер-классов. Это видеоурок, ну, 45 минут, который мы сократили в 9. Но, во всяком случае, там видно это оборудование, видно, как дети им пользуются. Можно понять, как это работает. Ну, и, конечно же, еще раз, эта медиастудия, это не только учебный класс в школе или в колледже для занятий по медиадисциплинам. Это и предпрофиль для старшеклассников. Это медиавертикаль, то есть это средний возраст, с пятого по восьмой класс, идеально подходит все это оборудование для него. Медиакласс в дошкольных группах тоже работает. Сейчас это востребовано. Мы получили несколько запросов от родителей, которые хотят, чтобы их дети, там раз в неделю ходили на занятия в такую учебную медиастудию и были там блогерами, операторами. Я не знаю, уже с такого возраста это все начинается и родителями поддерживается. Это школьная радиостанция, подкасты. Это те же онлайн-трансляции, гибридные, дистанционные форматы обучения. В такие студии, в такие медиаклассы приходят, можно приглашать совершенно спокойно стажеров из, не стажеров, наоборот, специалистов из медиаиндустрии, от партнерских организаций, просто из каких-то медиаорганизаций, студий телевидения, с радио, кого угодно. И в такой обстановке с оборудованием все это может вылиться в такой классный, не знаю, воркшоп, мастер-класс. Ну и, конечно, это хорошая база для профильных вузов, которые могут присылать своих преподавателей, и они будут показывать, готовить ребят по предпрофильным направлениям. Это то, о чем я уже говорила. Это подготовка к различным международным, национальным, региональным и городским конкурсам, проектам. Ну, то, что раньше называлось WorldSkills, сейчас это все трансформируется, но там больше десяти медианаправлений, для которых нужно это оборудование. Это KidsSkills сейчас мастерят, Ambilimpics, который остался, Большая перемена, большие вызовы, MediaTone, MediaBoom, конкурсы школ креативных индустрий, школы реальных дел. То есть это все то, что поддерживается и зачитывается, баллы дает школе. Ну и, конечно же, мы предлагаем сотрудничество по разным направлениям, по нескольким направлениям. Это оснащение образовательных организаций вот этим оптимальным комплектом оборудования, достаточным и комфортным для работы и педагогов, и обучения в нем детей. Это сопровождение преподавателей, учителей, учеников, ну, всех, кто включен в образовательный процесс, сопровождение, освоение, освоение этого оборудования, обеспечение методическими материалами, какими-то техническими лайфхаками. Ну, в общем, это то, что делают наши специалисты. Не то, что поставили оборудование, и все, дальше, как хотите, нет сопровождения, и, конечно, это очень важно. Обучение педагогов по программам авторизованных учебных центров. В группе компании «Деги» замечательный учебный центр, где несколько высокоуровневых специалистов, профессионалов своего дела давно разрабатывают эти программы. Они интересные, они современные, актуальные, и оттуда действительно выходишь с методикой, которую тут же можно детям применять. Ну, и программу повышения квалификации, которых могут научить педагоги сами, научить своих учеников. Еще раз, меня зовут Елена Давыдова-Мартенова, перед вами мои контакты. Вы можете обращаться по этим видам связи. Я отвечу на все ваши вопросы. На этом с вами прощаюсь. Все, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!